Добрейших вечеров, дорогие друзья! Приветствую вас в экранах ваших YouTube-приемников. Ну что, сегодня с вами узнаем очередные секреты нашего организма, что он для нас еще приготовил. Как вы видите, на этих фотографиях изображены два приятеля. Один может похвастаться мощными ягодицами, а другой, к сожалению, их стыдливо прячет. В чем причина? Не только в том, что один их постоянно, каждый день тренирует. Он вообще не знает, как их тренировать. Тренирует вот это вот, но они у него не растут. Почему? Спросите вы. Потому, отвечу я, что есть еще одна мышца. Это подвздошно-поясничная мышца. Она работает как антагонист ягодичный, но еще и она может вместе с ягодичной мышцей делать одну работу. Одним делом они занимаются, на благо нашего здоровья с вами. Итак, друзья, крестцово-подвздошный сустав имеется в нашем организме. Образован он крестцом и подвздошной костью, как вы догадались. И этот сустав снаружи укреплен у нас ягодичной мышцей, а вот здесь вот внутри его держат. Вот мало об этом кто знает. Вот сейчас расскажу, все узнают об этом. А до этого мало об этом кто знал. Это подвздошно-поясничная мышца как раз. Одна из ее функций. Вот все ее функции известны уже были многим. А вот эта функция, она неизвестна была многим. Итак, друзья, смотрите, что она может делать. Подвздошно-поясничная многофункциональная мышца. Если мы с вами все мышцы вокруг каким-то образом, ботокс возьмем, ботулотоксин, да, резать мышцы не будем, просто как отключить все мышцы. Вот во все мышцы вколем сюда. Квадратную мышцу поясницы, косые, разгибательные спины. И хотя бы одну подвздошно-поясничную мышцу оставим. Ну, не сказать, что хорошо себя будем чувствовать. Но как бы может даже ничего болеть не будет, скривит нас. А если две оставим, конечно, как бы определенные трудности будут, но все на ней будет держаться. Но если хотя бы две, ну их две всего, но если обе подвздошно-поясничные мышцы работать перестанут, то все, в общем, вам никто не позавидует, скорее всего. Ну, никто и не позавидует вам, конечно, все будет болеть. Потому что еще одна из причин образования грыжи, повреждения диска, это тоже укорочение, слабость, различное натяжение справа-слева подвздошно-поясничной мышцы. Потому что она не только к позвонкам крепится, но еще и к дискам. Ведутся споры, кстати, почему так названы подвздошно-поясничные мышцы. На паузу видео поставьте и ответьте на этот вопрос. Кто думает, почему она называется подвздошно-поясничная, а в некоторых источниках еще и пояснично-подвздошная? Как вы думаете? Не знаете? Вот ответ на этот вопрос. Дело в том, что одновременно вот эту мышцу сразу два ученых в одно и то же время, они ее как бы обнаружили, открыли. Это Сергей Поясничнов и Иван Поздошнов. Это советские энциклопедисты, анатомы. Вот они как бы одновременно, один в Новосибирске, другой в Петрограде, они как бы открыли эту мышцу, поэтому она названа в честь их одновременно. Иногда подвздошно-поясничную зад, иногда подвздошно-поясничную, чтобы как бы не давать кому-то приоритет, потому что, чтобы обидно ни тому, ни другому было, потому что оба вклад они внесли в изучение подвздошных мышц. Ни одна монография написана. Итак, друзья, эти две мышцы, они влияют на стабилизацию крестцово-подвздошного сустава. Кроме этого, несколько лет назад были серии видео на Ютубе о том, что очень опасно сидеть, скрестив ноги вот так вот, нога на ногу. И это зародило определенные сомнения. До сих пор некоторые люди боятся ногу на ногу сложить, потому что они думают, что таким образом таз их искривится. Вот смотрите, я вот сейчас не пожалею собственного здоровья, дорогие друзья. Я вот это движение сделаю и посмотрим, уцелеет ли мой таз после этого или нет. Смотрите, ногу кладу на ногу. Что происходит в этот момент? С другой стороны, смотрите, с другой стороны, положил. Чувствую ли я какой-то дискомфорт в этот момент? Нет. Боли какие-либо появились ли у меня? Нет, друзья, не появились. Почему опасно так сидеть? Многие думают, действительно ли таз искривится? Нет, не искривится. Ничего с вами не произойдет. Вот так вот руки, если вы вот так вот положите, микрофон только не заденьте, вот так вот, когда будете кладить. Вот так, если руки положите, что искривится у вас, а? Не станете же вот таким вот, если пять минут посидите вот так вот с руками. Не привыкнете же вы к этому? Почему вы думаете, что если ноги вот так вот вы скрестите, не начнете же вот так вот ходить потом? Не забудьте же, не перепутывается же у вас местами правой, левой ногой. Короче говоря, почему просто удобно некоторым там сидеть, так, так сидеть? Ну, некоторым, потому что в юбке удобнее, чем вот так вот. Но у некоторых людей просто, например, во время движения перегружать средние ягодичные мышцы, вот они вот так вот могут сесть. У некоторых, например, ягодицы одна больше, другая меньше, им неудобно вообще на двух сразу сидеть. Вот так вот тоже сядут они. Ничего плохого в этом нет, их не надо осуждать, ничего страшного нет, что вы так вот сели, ни о чем не говорит, что вы какой-то там неполноценный, что-то с вами не так. Нравится сидеть, сидите. Если ноги не немеют, если ничего при этом не болеет, если можете себе так позволить, сидите. Подвижность вам позволяет, там, крестцово-поздушный устав, тазобедренный устав, не надо себя в этом отказывать, в общем. Пока можете сидеть, сидите. Когда не сможете, вот тогда уже не сможете. Итак, друзья, ну что? Ну все, переходим уже к тому, как это все нам исправлять. И что там, сами считаете мнение ваше очень ценное, в комментариях тоже напишите, между собой тоже обсудите обязательно. Кто пропускает новые видео, не пропускайте больше. Последний раз предупреждаю вас, потому что новые видео выходят, многие не сразу смотрят, не светят. Свежим его смотрят. Надо новые новости тут же смотреть, свежие пропускайте, потом уже... Давайте уже. Начинаем. Если тренируете, тренируете вы ягодичную мышцу, она у вас все равно не растет, значит, нужно обратить внимание на подвздошно-поясничную мышцу, которая, скорее всего, тоже слабая. И ваш крестцово-подвздошный сустав, если он еще не болит в ближайшее время или не в ближайшее, как вам повезет, в общем, может начать вас беспокоить. Чтобы этого не было, нужно, чтобы две эти мышцы были в хорошем состоянии. В общем, если тренируете ягодицу, и она у вас не растет, нужно начать вам с тренировки подвздошно-поясничной мышцы. Как ее тренировать? Сейчас вам покажу. От простых способов до самых сложных. От уровня первого юношеского разряда до уровня мастера спорта международного класса. Итак, смотрим. Первое упражнение. Самое легкое. На спину ложимся, ноги вместе ставим, стопы, и ножку вверх поднимаем. Если в этом движении у вас начинает напрягаться бедро, вот здесь вот, значит, подвздошно-поясничная мышца уже устала. В ней особо рецепторов нет. Можете даже не чувствовать, как она работает, как устает. Больше будете чувствовать бедро. Вот самое простое. Если тяжело, то подняли ногу, опустили полностью. Подняли, опустили. Если не тяжело, то можно ее не опускать полностью. На одну ногу делаем, на другую ногу. Часто бывает так, что на одну ногу делать легче, чем на другую. Дальше. Ножки вы чуть в стороны разводите. И начинаете также вверх поднимать. Вот здесь вот при слабости подвздошно-поясничной мышцы у многих будет так, что таз вот сюда начинает заваливаться в сторону слабой мышцы. Если это вы замечаете, то берете подушку, либо руку свою вот так вот ставите под ягодицу, чтобы таз не заваливался у вас. И то же самое делаете. Со временем, если будете тренировать регулярно, таз перестанет у вас в сторону заваливаться. То есть это уже в положении, когда ноги чуть шире. На одну и на другую сторону. Делаете упражнение где-то подхода по три, раз по десять в каждом положении. И самое сложное, это когда вы ножку одну ставите сверху другой, не прямую, а то у вас обе будут работать мышцы, а именно согнутую ставите, примерно на середине голени. И из этого положения начинаете тоже ногу поднимать. Здесь то же самое, то есть если не тяжело, вы до конца не опускаете. Если тяжеловато, то вы опустили, подождали немножко и потом снова поднимаете. Вот тоже на одну и на другую сторону делаете. Тоже часто бывает так, что разница будет чувствоваться между правой и левой стороной. Следующее упражнение уже делается стоя, с использованием специальных инструментариев. Берем резинку, не обязательно красного цвета, любой цвет. Достаточно полезен для нее. Руками держимся, можно в наклоне, если тяжеловато. Попробуйте сначала в наклоне и начинаем ногу вот таким образом поднимать. Здесь подвздошно-поясничная мышца будет работать с прямой мышцей бедра. Можно за стену держаться. Тоже в этом положении начинайте ножку поднимать. Вверх-вниз вот такое движение делаете. Итак, друзья, и теперь упражнение для того, чтобы у нас эта мышца работала не только в упражнениях, но и в шаге вообще в жизни. Для этого петлю делаем такую, ножку вставляем в нее. Вот так вот. Встаем в положение, когда нога у нас сзади, и делаем движение как в шаге. Вытягиваем вперед. И вот здесь вы заметите, чтобы равновесие не терять, вам придется корпус развернуть свой. Если все правильно делаете, равновесие терять не будете, и при этом почувствуете, что на опорной ноге у вас будет также напрягаться ягодичная мышца, одновременно с подвздошно-поясничной мышцей, которая выносит ногу вперед. Сначала имитируете движение шага с поворотом. Делаете тоже на одну ногу, несколько подходов на другую, чередуете лучше одну, сначала другую. И потом чуть сложнее делаете упражнение. Выносите ногу вперед и начинаете уже делать движение вот этой ногой вверх-вниз. При этом здесь у вас больше будет напряжение на ягодичной мышце, на опорной ноге. То есть вы таким образом будете тренировать сразу две мышцы. И подвздошно-поясничную, и ягодичную. Вот здесь вот, если поворот корпуса не сделаете, то тяжело очень будет равновесие держать, будет постоянно шатать вас, и будут уставать средние ягодичные мышцы. Вынесли ногу вперед, корпус повернули, и делаем движение ногой вверх-вниз. Тут одновременно тренируете и равновесие, и поворот корпуса для шага, и подвздошно-поясничная мышца с бедром у вас работает. Ну что ж, друзья, теперь те, у кого ягодица так и не росла, не могла вырасти, вот теперь вы знаете, что делать. То есть вместе с ягодичной мышцей, для которой тоже есть много полезных упражнений, там это и ягодичный мост, и отведение в наклоне ноги назад, обязательно тренируйте еще и подвздошно-поясничную мышцу, и вот тогда они вместе у вас будут дружно расти, радовать вас постоянно своей работой, напряжением, расслаблением, и будете смотреть на них и радоваться. Ну что ж, друзья, поздравляю вас с новенькими мощными ягодицами и подвздошно-поясничными мышцами. Теперь будете смотреть на них и радоваться. Также очень часто бывает так, что кроме того, что поворачивает стаз, возникает избыточный вот здесь вот изгиб, гиперлордоз, и с этим как раз связаны тоже дисбалансы определенных мышц, это мышцы поясницы, мышцы живота. И если желание у вас имеется об этом узнать, это исправить, пишем комментарии, я хочу вот об этом узнать. Напишите, и я тогда тоже для вас, конечно же, сниму про это, как это исправить, упражнения тоже покажу. Вот, если хочется, конечно, если не хочется, не пишите ничего. Ну что, вот и все. Занимаемся спортом, пишем лайки, ставим комментарии, помогаем родителям. До новых передач!